Радио «Вера» представляет Преподобный Александр Свирский родился в 1448 году в крестьянской семье. Он был родом с русского севера, из Свирского края. В 19 лет юноша тайно ушел в Валаамский монастырь и вскоре принял монашеский постриг. Со временем Александр покинул Валаам и стал жить на святом озере близ реки Свири. Однажды отшельнику было видение. Ему явилась Святая Троица. Он увидел трех мужей, сиявших ярче солнца. Александр пал в страхе, а придя в себя, поклонился до земли. Мужи подняли его и сказали «уповай блаженне и не бойся». Отшельник получил повеление построить церковь и основать обитель. По преданию Господь сказал Александру «Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе». Александр основал монастырь Животворящей Троицы и пустынь недалеко от него, которая впоследствии стала Александра Свирским монастырем. Отшельника выбрали игуменом, и по преданию он сделался еще смиреннее, чем прежде. Однажды не хватило дров, и эконом монастыря попросил игумена послать тех иноков, кто празден и ничем не занят, за дровами. «Я празден», — сказал Александр, — и стал рубить дрова. Александр Свирский прославился многими чудесами как при жизни, так и после кончины. По словам преподобного Ефрема Сирина, святые — это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачевство, исцеляющее душу и тело. Прославляя преподобного Александра Свирского, верующие просят его, Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского. Мальчик рано осиротел. В 11 лет он получил в удел Москву с прилегающими землями. В то время московское княжество было маленьким и слабым. Но со временем князь Даниил укрепил и расширил его. Князь активно занимался каменным строительством в Москве. Построенная при его правлении Большая Ордынская дорога усилила роль Москвы как перекрестка торговых путей. Во времена междоусобиц Даниил часто выступал посредником между враждовавшими князьями. Несколько раз он поднимал дружину, чтобы защитить Москву. Так, в 1300 году Даниил одержал победу над силами Рязани и Орды. Это была первая победа русского оружия над монголо-татарским войском. Вскоре скончался бездетный племянник Даниила, переиславский князь Иоанн. Он завещал свои земли Москве. Тем самым было положено начало объединению русских земель. В 1303 году князь Даниил тяжело заболел. Перед смертью он принял монашество в основанном им Даниловом монастыре. В 1652 году, 30 августа по старому стилю, мощи князя Даниила были обретены нетленными. Даниил Московский канонизирован как благоверный князь. Он руководствовался в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. Сегодня мы обращаемся к святому Даниилу. Моли Бога о нас. Ежегодно в этот день в Санкт-Петербурге проходит масштабный крестный ход. Так верующие молитвенно прославляют память одного из покровителей города и всей русской земли, святого благоверного князя Александра Невского. Установлением этого праздника мы обязаны Петру Первому. Дело в том, что 12 сентября, а по старому стилю 30 августа 1721 года, был подписан нештатский мир. Изнурительная Северная война закончилась победой русского оружия. Россия закрепила свои права на часть побережья Балтийского моря. Этот день решено было осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург. Александр скончался в 1263 году на обратном пути из Орды в городце на Волге. Тело усопшего похоронили в Рождественском монастыре во Владимире, имевшем тогда статус столицы Северо-Восточной Руси. Почитание Александра Невского началось сразу же по его погребении. Такова была народная слава защитника русской земли. Известно, что отец Дмитрия Донского, великий князь Иоанн Иоаннович, оставил сыну икону святого Александра. Нетленные мощи святого были открыты перед Куликовской битвой. Русские полководцы не раз прибегали к молитвенной помощи благоверного князя. В 1724 году, 30 августа, его святые мощи были торжественно перенесены в усыпальницу Троицкого собора в Александра Невской лавре. Мы прославляем защитника русских рубежей и небесного покровителя русского воинства и просим не оставлять молитвенного предстательства за наше Отечество. Святой благоверный Александр, моли Бога о нас. Преподобный Христофор жил в Риме в VI веке. Он принял монашеский постриг и однажды отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. У ворот храма гроба Господня он увидел недвигавшегося с места инока. Перед его лицом летали два ворона. Монах объяснил, во мне борются два помысла. Один говорит, иди и поклонись честному кресту, а другой говорит, нет, не ходи, иди сначала по своим делам, а потом придешь и поклонишься. Тогда Христофор взял монаха за руку и ввел в храм. Вороны тотчас исчезли. Этот случай Христофор часто рассказывал ученикам. Он говорил, прежде следует исполнять служение духовное, а потом уже необходимую работу. Большую часть ночи Христофор проводил в молитве в глубокой пещере. Как-то раз он спустился туда и увидел на полу множество лампад и двух отроков, которые их зажигали. «Это лампады отцов, служащих Богу», — ответили юноши на вопрос монаха. «А моя лампада горит или нет?» — спросил Христофор. Юноши ответили, «Трудись, молись, и мы зажжем ее». Праведник решил, что он должен усилить пост и молитву, и ушел на Синайскую гору, где прожил пятьдесят лет. Наконец, Христофор услышал голос, который призвал его вернуться в свой монастырь, чтобы успокоиться рядом с остальными праведниками. По словам преподобного Силуана Афонского, праведники и святые ради любви Христовой претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. Вспоминая преподобного Христофора, мы просим его, моли Бога о нас. В Русской Церкви существует традиция чествования соборов святых, которые объединяют память святых отдельных земель. Празднуя собор, мы прославляем святых как сон молитвенников, совместно предстоящих Богу. Сегодня верующие чествуют подвижников, чье служение было связано с Нижегородской землей. Среди них светочи русского монашества. Преподобные Макарий Желтоводский, Варнава Ветлушский, Иосаф Печерский, Ефимий Суздальский. В лике святых был прославлен основатель Нижнего Новгорода князь Георгий Всеволодович. С Нижегородской землей связана жизнь благоверного князя Александра Невского в схеме Алексия. Своим благочестием прославилась благоверная княгиня Нижегородская Васса в иночестве Феодора. Среди праведников края преподобный Серафим Саровский, святой Алексий Барцурманский. Особое место в Сонме занимают святые Жены Дивеевские, чья святость просияла в знаменитой русской обители. Это основательница монастыря преподобная Александра Дивеевская, сестры Елена и Марфа, прославившиеся подвигом юродства блаженные Пелагея, Пороскева, Мария, Иннокене, исповедовавшие свою веру в годы гоняний, преподобные мученицы Марфа и Пелагея Тестовы и другие. В XX веке сотни нижегородцев пострадали за свою веру. Многие из них, и священнослужители, и миряне были причислены к лику святых. Мы молимся всем подвижникам и просим их, все святые в земле Нижегородской просиявшие. Молите Бога о нас. Преподобный мученик Игнатий в миру Александр Лебедев родился в 1884 году в Костромской губернии. Родители его служили в земстве. Александр поступил в ветеринарный институт в Казани и в годы учебы принял решение стать монахом. Он принял постриг в Смоленской Зосимовой пустыне с именем Агафон. В этот день молодой инок написал родителям. «Господи, всегда бы таким себя чувствовать. Охватит сердце Твое злоба, хватайся руками за сердце, а там, на кресте, сама любовь, Христос распятый. Все хороши, все добры зело». Вскоре после революции обитель закрыли. Отец Агафон переехал в Москву, служил в Высокопетровском монастыре, но вскоре разогнали и его. Так продолжалось больше десяти лет. Монахи переходили из одного храма в другой, а власти продолжали закрывать церкви. Отец Агафон принимал исповеди. К нему приходили инженеры, врачи, артисты. Для каждого он находил свое слово. Его духовная дочь вспоминала. Жизнь наполнялась до краев. Все делалось теперь уже во имя Бога и ради Бога. Не было великих и малых дел, так как во всем батюшка учил хранить свою совесть. В начале 30-х годов отец Агафон тяжело заболел и принял схему с именем Игнатий. В 35-м году монаха арестовали. Ему дали пять лет лагерей. Схи-архимандрит Игнатий умер в тюремном лазарете в 1938 году. Преподобный мученик Игнатий Лебедев совершил свой подвиг в 20-м веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобный мученик Игнатий. Моли Бога о нас. Священный исповедник Петр Чельцов родился в 1588 году под Рязанью. Он получил духовное образование, женился и стал священником. До революции отец Петр служил в Рязанской губернии и в Смоленске. Он преподавал закон Божий в школах и городских училищах, курировал учебные заведения. В годы Первой мировой войны входил в Епархиальный комитет помощи пострадавшим. В 1922 году отца Петра задержали в первый раз. Всего он пережил шесть арестов. В общей сложности провел 15 лет в тюрьмах, ссылках, лагерях. Из них три года на Соловках. Его досрочно освободили в 1955 году, как престарелого инвалида второй группы. Священник получил назначение в храм великомученицы Пороскевы Пятницы во Владимирском селе Пятницы. Отец Петр был внимателен и великодушен. Доброта сочеталась в нем со справедливой строгостью. По воспоминаниям прихожан, священник весь дышал Христовой любовью. Вся его жизнь проходила в храме. В отдаленное село ехали верующие из ближайших областей Владимирской, Рязанской, Горьковской, Московской. А священники говорили, что он обладает даром прозорливости и исцеления. Осенью 1972 года, после тяжелой болезни, отец Петр скончался. В 20 веке Русь дала миру многих исповедников веры. Их подвигом русская церковь стала в один ряд с великими церквями древних мучеников. Прославляя священноисповедника Петра Чельцова, мы просим его. Моли Бога о нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова